Доброго времени суток, уважаемые мои подписчики! Мы с вами продолжаем изучать древнееврейский язык и сегодня мы с вами поговорим обо всех тех точечках, которые пишутся под словами или над словами, а точнее о гласных буквах или огласовках. Мы сегодня не будем затрагивать такие темы, как мотек или шва, но поговорим именно о гласных буквах или огласовках. Заметьте, у нас здесь в обозначении, то есть это буква согласная, а под ней стоит такая вот в виде такого уголка или вот такой вот черточки. Это как раз и есть огласовки, почему они находятся под буквами, в данном случае под буквами, потому что в начале, когда писалось священное писание, писалось оно только согласными буквами, вот так вот, то есть каждая согласная буква. И в принципе чтецы, они должны были знать писание наизусть, и даже больше они делали это нараспев, поэтому в принципе для них гласные были необязательные, достаточно было только согласных. Но впоследствии, когда храм был разрушен, и синагоги распространялись по лицу земли, на место чтецов пришли раввины, и им, конечно же, требовались уже и гласные буквы, и впоследствии начали подписывать вот такие вот огласовки, по причине того, что сам текст, вот сами согласные уже считались святым, да, сакральным текстом, нарушать нельзя было. Ну, а также представьте себе, если вы сейчас вставляете сюда гласные между ними, то тогда, соответственно, само слово удлинится, и то количество букв, и тот объем текста, он увеличивается в разы. Поэтому просто подписали снизу, и в принципе стало понятно, как читать. И вот мы с вами сейчас как раз и будем говорить вот об этих гласных буквах, которые пишутся под согласными. Итак, смотрите, у нас здесь есть звук А и две гласные буквы. Ну, на самом деле мы читаем как звук А, а сами гласные, они делятся на долгие А и краткие А. Ну, и также каждый там ООО. Вот, в данном случае у нас гласная буква, краткая буква А, комад Гадоль, и длинная буква А, это будет ПОТА. Если вы учите наш словарный запас, если вы уже потихонечку читаете текст, то уже вы встречались вот с этими вот огласовочками. И вот, например, наше слово, которое есть в активном словаре, халах, идти. Здесь как раз в этом слове встречаются две буквы А, и как раз они и делятся по долготе. То есть, это краткая буква, это длинная буква А. Читать, ну, приблизительно, да, нужно... Так, халах, да, вот, как бы, краткая, да, вот она, потах, да, такой краткий звук. Итак, мы двигаемся дальше. Следующая гласная буква у нас, это буква, звук Э, Э, а также она делится по долготе, это ЦР и СЕГОЛЬ. ЦР и СЕГОЛЬ. Вот у нас долгое, вот у нас краткое, да, то есть, если вы видите две точечки снизу, это будет долгое Э, если три точечки, то будет краткое Э. И вот с вами два примера. То же самое, эти слова, это слова взяты из нашего активного словаря. Здесь ЭЦА, совет, вот, ЭЦА, да, то есть, получается, это у нас долгое и долгое. Здесь же у нас ЭШЕР, блажен, Э, как читается, как краткое или СЕГОЛЬ. Следующее слово, звук, точнее, следующая буква, звук И, буква ХИРИК ГАДУЛЬ и ХИРИК КАТАН. То есть, звук И. Смотрите, она может быть просто точка, это краткое гласное, либо точка и буква ЙОД. Да, вот, ЙОД, ну, об этом будем дальше говорить, а когда будем говорить матерь чтения, тоже, что это означает. Ну, вот, если вы видите точку с буквой ЙОД, то это, на самом деле, долгое И. И у нас с вами есть также в примере два слова, взятые из нашего активного словаря. Это ИШЬ, мужчина, и МИШПАТ, суд. Смотрите, ИШЬ, вот, АЛЕФ наш, гласно И, ЙОД и буква ШИН. Также МИШПАТ, смотрите, здесь МЭМ, буква И, да, читается как НИ, да, МИШ, ШИН, и дальше, вот, мы встречаемся уже с нашей буквой А. Вот, что вот эти за две точки мы поговорим с вами позднее. Следующие, следующая гласная, это у нас буква О. Она пишется точкой сверху, то есть, если вы видите точку сверху, значит, это всегда буква О. Смотрите, здесь у нас просто согласная, например, слово ЧАСТИЦА НЕ, ОГО, Вот здесь наша с вами данная буква, данная огласовка. Либо она может ставиться с согласной буквой ВАВ, да, и здесь у нас слово ТОРА, или ЗАКОН, ударение на последнюю букву, ТОРА, ЗАКОН, и вот ПАВ с точкой наверху читается ТОРА. Вот наша с вами буква А, вот наша с вами буква О. Движемся дальше. Извините, здесь гласная У, да, звук У, я потом переделаю. Смотрите, опять же, долгое и краткое. У, смотрите, здесь слово НА ПУТИ, УВЕДЕРЕХ, УВЕДЕРЕХ. Я не нашел в нашем активном словаре вот данного написания, но если в тексте вам встретятся вот три таких вот точки, то читается как буква У, УВЕДЕРЕХ. Либо еще есть версия, что это устаревшая, да, более старая версия, также ставится три точки. Чаще всего встречается вот такая. Опять ВАВ с точкой слева, слева это будет буква У, вот, УВЕДЕРЕХ, У. То есть НА ПУТИ, да, вот наш слово ДЕРЕХ, которое мы с вами также берем из активного словаря. И вот здесь мы видим всю таблицу. Пожалуйста, себе зафиксируйте всю таблицу. А, Э, И, О, У. Это вот звуки гласные. И вот как они здесь пишутся по долготе. Пожалуйста, их выучите также наизусть. Всякий раз, когда вы будете встречать их в тексте, вы уже будете знать, что это за огласовка. Итак, давайте повторим наш активный словарь. Некоторые слова мы возьмем отсюда. Вот, опять же, смотрите, мы уже с вами видим букву И. Да, огласовку букву И. Сьет, вот, читается вместе как И. Кхи, да, вот. Кхи это что? Потому что, да, ибо. Следующее. Им. Им. Если. Опять алиф, который никогда не считается. Я уже об этом говорил. И под ним огласовка наша буква И. Им. Им. Следующее. Тора. 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 Буква Т, да. Мы не обращаем внимания на точку в середине. Тора. Вот наш ваф с точкой. Читается как О, А, Реш, И, Хе. Не читается. В данном случае мы об этом также в следующем уроке поговорим. Почему она не читается? Тора. Хага. Хага. Стонать. Подавать голос. Опять же, у нас две огласовочки буквы А. Хага. Следующее. Жомам. Ну, и мы видим с вами наш ойод. Дальше стоит ваф с точки наверху. Читается как О. И у нас совместно это получается дифтонг Ё. Да, дифтонг это сочетание двух гласных букв. Ёмам. Днем. Или, если мы, как я уже говорю, закрываем серединку, у нас получается Ём. Следующее. Огайула. Ночью. Огайула. Ночью. И вернемся к лаилла. Опять же, вы видите, значит, наше А. Ламет. Буква. И. Буква. Ёд. Получается. Лаиль. Ночью. Лаиль. Лаила это значит ночь. А лаиль ночью. Лаиль ночью. И давайте мы с вами почитаем непосредственно текст. Псалом. Первый псалом. Второй стих. Ки им. Беторат. Адонай. Хефцо. Уведорато. Ехге. Ёмам. Ваилла. Ла. Еще раз. Ки им. Беторат. Адонай. Хефцо. Уведорато. Яхге. Ёмам. Ваилла. Ваилла. Ну, перевод такой. Потому что в законе Господа, воле его, о законе. И о законе. Ва. Хеда стоит впереди. Всегда переводится как. Ну, не всегда, а в частности переводится как. И о законе думает. Он конкретно, да, думает этот человек день. То есть, днем и ночью. Днем и ночью. Также можно сказать днями и ночами. То есть, этот человек думает о законе Господа днями и ночами. Опять же, мы в тексте встречаем наш тетраграмматон. Он, да, который Яхве, йод, хэ, вав, хэ. Читается как Яхве, но произносится как Адонай. Никакого иегова здесь нет. Здесь мы читаем как Адонай. То есть, его восклицаем. То есть, это восклицаем Господу. То есть, человек, который размышляет день и ночь о законе, о Тора Господа. И если мы с вами вспомним первый стих, то этот человек не ходит на собрания, на советы нечестивых. Он не спрашивает их мнения. Он не находится на их путях. Он не размышляет, как они. Но все его размышления, этого человека, они посвящены изучении Торы, изучении закона Божьего. И, соответственно, в третьем стихе, мы будем читать дальше, в четвертом стихе, это все приведет его к тому, что он получит определенный успех. Он не будет как Шогуха, а будет как человек, который имеет успех. Поэтому, уважаемые мои подписчики, мы с вами, таким образом, уже прочитали два стиха из книги Псалтырь. И у нас уже есть, в принципе, весь инструмент для дальнейшего чтения. Это мы знаем алфавит. Мы знаем активный словарь первого псалма полностью. Я надеюсь, что вы его учите. Мы знаем некоторые правила грамматики. И также будем продолжать вместе с вами идти и развиваться. И по мере прочтения мы будем обогащать наше понимание древнееврейского языка. Да благословит нас всех, Господь, изучать этот язык. Спасибо. 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 Спасибо.